Своё 30-летие в следующем году празднует одно из старейших предприятий города. Продукцию швейного цеха индивидуального предпринимателя Громика Александра Михайловича носит не одно поколение артёмовцев. За годы работы сформировался сплочённый коллектив. Большинство сотрудников уже достигли пенсионного возраста, но уходить на почётный отдых не планируют. Так волею судеб образовался трудовой коллектив, который подходит под первую категорию социального предпринимательства. В 2022 году с руководством предприятия связались специалисты Управления потребительского рынка администрации округа и сообщили, что швейное производство может рассчитывать на меры государственной поддержки по программе «Социальное предприятие». Работу, конечно, провели большую, потому что это нужно было подготовить целый пакет документов, начиная от кадрового, кончая экономикой, потому что надо было выделить группы инвалидов, группы одиноких матерей, вот у нас тоже есть такая группа, и группа пенсионеров. Из общего числа сдали документы, всё рассмотрели и утвердили. И вот второй год мы уже подтверждаем этот статус. Мы имеем за счёт этого статуса большую скидку по налогообложению. Налогообложение у нас упрощённая система была общая 6%, а сейчас у нас налогообложение 1%. На предприятии установлен гибкий рабочий график. Это даёт возможность людям посещать больницы, проходить диспансеризацию. И кроме этого, если человек почувствовал недомогание, он спокойно может сократить свой рабочий день, пойти отдохнуть и на следующий день прийти вновь на работу. Кроме того прочего, это ещё даёт возможность человеку организовывать свой рабочий день по своему внутреннему состоянию здоровья. То есть он может прийти не к 8 часам, а может подойти к 12 часам. То есть когда он вошёл в рабочий режим, мы принимаем всех людей, независимо от возраста. Мы можем принять и молодых людей, мы можем принимать и возрастных людей. Тех людей, которые сейчас уже на рынке не могут найти применение себя. Администрация города также оказывает поддержку таким социально ориентированным предпринимателям. Часть затрат на аренду помещений и коммунальные платежи возмещаются из городского бюджета. Анастасия Абдулхалек, Денис Надельный, Егор Бондаренко. Городские новости.